Церемония открытия, как на Олимпиаде или Евровидении. Именитые ораторы. Что делали в Сочи тысячи иностранцев. Россия приняла 19-й фестиваль молодежи и студентов. Он стартовал в Москве. И будет горячее, и теплее с радостью. Общение между людьми очень надо, и особенно для этих молодежи. Восемь километров по пустым улицам шел парад карнавалов. У нас Италия, мы плывем в гондолах. Это безумно интересно, сеньоры. Карнавал! Центральные события фестиваля разворачивались в Сочи, на бывших олимпийских объектах. Здесь участников охраняли российские казаки. Не просто следят за порядком, а могут и в историю страны посвятить. Подходят, спрашивают, мы объясняем, что такое казачество. Ну, фотографируются, естественно. Гостей фестиваля развлекали истребители в небе. Кто герой будущего? Как завладеть вниманием людей и стать мировым лидером? Этому учили на лекциях во время фестиваля. Главному коммунисту России участники и их позиция пришлись по душе. Ни одного антисоветского, антироссийского выступления, ни одного слова. Вся левая народная патриотическая общественность поддерживает Россию. Крым наш. Надо восстановить войну на Донбассе. Надо все сделать, чтобы обуздать американскую военщину и агрессию. Привет, Крым! Услови! На стенде крымской делегации морские раковины. Желающие прислоняли их к уху, чтобы услышать море. Кроме моря, иностранцы слышали от крымских делегатов, что полуостров российский. В мозге, когда политика не затуманена еще, в данном случае, абсолютно искренне себя ведет. То есть показывает, что Крым вернулся на родину согласно воле народа, а не так, как это представлено в большинстве западных стран. Уверен, что это тоже поможет нашей адаптации в мировую пространство. Делегаты от непризнанного в мире российского Крыма приветствовали молодежь непризнанной ЛНР. Ее представители тоже посетили фестиваль. Уважаемые братья луганчане, мы из Крыма. Мы всегда готовы прийти к вам на помощь. И всегда были с вами, и будем. Поэтому вместе мы сила, и нас не сломать. Привет, Луганск! Полсотни иностранцев не прислушались к предупреждениям украинских посольств и нарушили государственную границу Украины. Поехали в гости на аннексированный полуостров. В Севастополе их зазывали вот таким роликом. Севастополь – это большая часть истории нашего страны. Севастопольские студенты выстроились в живой коридор, встречая иностранных делегатов. Кто же эти иностранные делегаты? Вот девушка из Афганистана. Севастополь просто прекрасно, отлично. Я не думала, что Севастополь настолько красиво. Я в картинках видела, но так суббинская тоже другое. А это парень из Македонии и его ожидания. Я желаю познакомиться с новыми людьми, новые знакомства, поднять свой уровень русского языка, узнать много нового про Крым. Британец приехал на оккупированный полуостров ради опыта. Каждый в своей стране со своим правительством может столкнуться с разными проблемами, но научиться у людей из других стран их решать. Иностранцы на полуострове – часть российской информационной войны, считают в украинском Мининформе. Когда привозят делегатов в Крым, а мы понимаем, что Крым – это аннексированная, временно оккупированная территория, которая принадлежит Украине, это является попыткой легализовать фактически оккупацию. Молодежный фестиваль – не детские деньги. В России его оценили в 4,5 миллиарда рублей. Пересчете на одного участника – это около 3 тысяч долларов по нынешнему курсу. Существом этого форума является воровство. Вот и все. Никакого политического значения форум не имеет ни для российского электората, потому что путинский электорат в основном взрослой, ни для международного сообщества, которое давно поставило на Путине крест, и поэтому какие мероприятия не проводи, они ничего не дадут. Такие жилетки, сумки и бейсболки получили все 25 тысяч участников за то, что приехали, критиковали Запад и хвалили Россию. Каждому подарили еще и смартфон на андроиде. Правда, российской марки. Александр Шевченко для Крымреалии.